Игорь Угольников – российский актёр, пародист, режиссёр, продюсер, телеведущий «Шоумен». Для отечественного зрителя он известен по фильмам «Ширли-мырли» и «Встретимся на Таити» и множеству комедийных телешоу. Но, наверное, самая любимая его работа для каждого жителя города над Богом – фильм «Брестская крепость». Я говорил о том, что когда мы снимаем кино, я стараюсь это делать в местах событий. И так же было со съёмочной группой «Брестской крепости». Мы здесь, в самой Брестской крепости, перед съёмками просили разрешения тех, кто защищал, кто уже в земле, проник снимать кино. Ну, кто как мог. Мы это сделали. Кто-то помолился, кто-то просто попросил разрешения. И мы чувствовали, что это разрешение мы получили. А иногда даже такое было ощущение, что даже спину толкают, когда что-то не так делаешь. И это ощущение было до конца съёмок. А 14 октября, на Покров, когда нам надо было снять начало и финал фильма, когда на разваленных «Брестской крепости» должен быть снег. Но я понимал, что снега не будет. Позвал наших художников по компьютерной графике, чтобы они дорисовали снег. И утром просыпаюсь, и у меня там в коридорчике два моих каскадёра сидят, мужики. Я смотрю, у них слёзы на глазах. У меня было первое ощущение, что, ну, знаете, под конец съёмочного процесса, кто-то там, не дай бог, что-то кому-то сделает не так, кто-то повредился. Я говорю, что случилось? Он говорит, ты в окно посмотри, лежит 15 сантиметров снега. Как подарок нам, чтобы мы сняли в Бресте в октябре, как подарок, чтобы мы это сняли. Снег потом в этот же день растаял, его потом не было долго. Но это было, мы прямо ощутили, что это как будто они нам, как в подарок, в конце это сделали. Перед показом фильма почётный гость с удовольствием пообщался с брестским зрителем. Говорил серьёзно, непринуждённо, искренне и с юмором, находя подход к каждому собеседнику. А есть ли среди ваших ролей особенная, любимая, так сказать? Хотя таких особенно больших ролей у меня не было, но я с радостью вспоминаю съёмки фильма «Ширли-Мэрли» в 95-м, по-моему, году, когда мы с Валерой Гаркалиным, «Царством небесное» отрывались, как говорят, сейчас по полной. Кстати говоря, я вам расскажу, что стоков всякой импровизации мы снимали в два раза больше, чем потом вошло в картину. И нам Меньшов разрешал импровизировать, после того, как сняли там основной эпизод, сцену в этот день, ещё остаётся время. И он нам разрешал импровизировать, иногда даже смену раздвигали, потому что мы веселили себя и других. Это было радостное время, хотя, верите ли вы, когда была премьера фильма «Ширли-Мэрли» в «Доме кино», зритель, а такой пришёл зритель, кинетрафический, понимающий, зритель не смеялся. Мы сидели в буфете в «Доме кино», напились так с Меньшовым, с Валерой. Мы подумали, вот такого провала быть не может, не смеются. И потом они так, ну такой снобистки достаточно, за лбу. И одна из актрис, значит, тогда проходили в меня, так на меня посмотрела, и сказала, Игорь, зачем тебе это было нужно? И пошла. Через несколько лет она мне сказала, это теперь моё любимое кино, я его знаю на Иисус, каждую реплику. Вот через какое-то время вот так вот было воспринято это кино. Также Игорь Станиславович рассказал о творческом процессе и поделился планами на будущее, отметив, что сотрудничество российских киностудий и «Беларусьфильма» будет только нарастать. Наше сообщество разное, российская киноиндустрия, безусловно, отличается от «Беларусьфильма», мы это понимаем, но сотрудничество необходимо. И мы сейчас, через 15 лет после съёмок «Брестской крепости», пытаемся его восстановить на этой теме создания фильма о батьке Минае. Думается, что надо не только создавать вместе картины о Великой Отечественной войне, но делать и комедии, и детские фильмы, и мультипликацией совместно заниматься. Но просто до этого не очень доходили руки, честно говорю, да, и у нас, и здесь, в Беларуси. Значит, надо прилагать максимальные усилия для того, чтобы это сделать. И первый шаг такой весомый мы попробуем сделать в этом году. Я при этом ещё понимаю, что, и мы говорили в прошлом году об этом, на фестивале «Листопад» в 29-м, где я был представителем жюри, что, конечно, уже 30-й фестиваль юбилейный, в ноябре месяце мы должны провести достойно. А для этого тоже надо потрудиться. И по подбору картин, по подбору гостей, культурных мероприятий, освещения фестиваля, статуса фестиваля, как национального фестиваля Беларуси – это тоже надо приподнимать. После открытого диалога зрителям продемонстрировали фильм «Брестская крепость». Конечно же, хочется посмотреть ещё такой замечательный знаковый фильм «Брестская крепость». И, естественно, встретиться с таким замечательным режиссёром и директором, по-моему, он директор военфильма Игорем Угольниковым. Живая легенда, можно сказать, в Бресте. Поэтому вот с удовольствием ждём фильма этого и встречи. Мы помним войну, мы много изучаем, мы много путешествуем и много посетили в Брестской крепости музеев. И поэтому нам это вообще очень дорого и близко, и дорого эта тема. Это вообще такая тема святая. Мы не должны обесценивать то, что сделали для нас поколения, и с уважением относиться к подвигу и помнить об этом. Василина Бускевич, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лемонтович, Новости Бреста.